Продолжение следует... Не секрет. Я из Миста Каменское. Какая область? А, Миста Каменское это Днеприджинск, бывший. Я понял. Нет, Днепропетровская область. Пусть не закатывает. Да, понял, понял. Пусть не закатывает. Я понял, понял, да. Брежнев там родился у вас. Ясно. Может... Может, мы можем Олег звать, да? Да, меня Олег звать. Может, вопросы у вас... Ну, значит, смотрели мой канал. Может, вопросы у вас какие интересные есть. Нет, нет. Вам не смотрел, кстати, как ваши каналы. Ну, сейчас я вам напишу, чтобы не ошиблись в буквах. Я вам дам русскую часть названия. Английскую не буду давать. Чтобы вам проще было. Заносите в поиск Ютуба, и там увидите сразу. Сразу прямо наверху будут два канала. Понятно. Олег, у вас довольно-таки неплохой интеллект в уровне образования, что вы заканчивали. Правильно, да? Ну, я... У меня, вообще-то, три образования. Два высших, по одному из них ученая степень. Ученая степень по физхимии. Вторая высшая безученая степень, это юриспруденция. А третье образование среднеспециальное, это железнодорожная специальность ЛМП. Линейный начальник поезда. В 90-х годах я просто закончил экстерном технику в железнодорожной, чтобы поработать начальником поезда, заработать квартиру. Тогда это было безопасно именно начальником поезда заработать. Ну, это чисто для квартиры. А так, юридическое я получал для иммиграции, потому что там нужно было баллы набрать по образованию. Вот. А, кстати говоря, вот смотрите, я вам задам такую загадочку. Я юридическое начинал в одном государстве, а заканчивал в другом. Но преподаватель, профессорский преподавательский состав был на 95% один и тот же. Как это может быть? Можете сообразить? Мы заэмигрировали в Канаде. А? Нет, ну я вам... Мы заэмигрировали в Канаде, в Шип-Канаде. Да нет, ну это даэмигрировал. Я просто вам объясняю, как я получил второе образование высшее, юридическое. Я получил его заочно. Начинал... Начинал... Нет, это еще до эмиграции. Это было для эмиграции, чтобы набрать баллы для эмиграции. Я... Ладно, я вам... Чтобы вы не мучились, я вам скажу. Я начинал в Харьковской юракадемии первый курс. И половина второго. А потом, когда случился дефолт, в России стало образование дешевле. В 98-м году. И я перевелся во вновь в открытый, значит, факультет юридический Белгородского госуниверситета. И поскольку он только открылся, там на 95% были преподаватели из Харьковской юракадемии по часовики. На 95% практически все. Ну они... Да, и соответственно, хоть я и перевелся, как говорится, в устного государства, а преподаватели остались одни и те же. Вот такие метаморфозы. Ну, знаете, я смотрел ваше общение с доктором Паустом, очень многим человеком, поэтому я вас, ну, знаю, буквально совсем свежие, это самое, просматривал на днях. Ну да, да, у меня с доктором Паустом как-то получается попарно. Да, я вот год назад с ним два раза с интервалом недели, и сейчас с интервалом недели попадаю. Да, да, я понял вас, да. Вы не понимаете, что это не вращает? Нет, нет, вот мы сейчас обменялись с ним скайпами, да. Если долго не буду на него попадать, пока я попал, три месяца можно, в общем-то, отдохнуть, потому что не нужно часто, это не надоест. А вот если три месяца на него не попадут, тогда пообщаюсь по скайпу. Где-то так. Я вижу, вы обладаете аналитическим умом, и, в принципе, рассуждаете здраво. Но вот меня вот интересует, почему вы, как бы, в ваших разоборах, и вот, пророссийская страна. Наверное, потому... Да, да, да. Вы же понимаете, что все-таки Россия анонсировала грех незаконного, потом введет арестивную войну на базе посредством своих наших коллаборандов, и, тем не менее, российским вооружением, и вы, вы являетесь адвокатным дьяволом. Я, в общем-то, не особо и вообще разговариваю о современной России. Я разговариваю в настоящем же плане о Российской империи, или о русском мире, как мире, допустим, мне вот, почему дорог русский мир, это не то, что вы понимаете, там, Путин и так далее. Для меня русский мир, это мир Толстого, Достоевского, Чехова. То есть, в этом отношении я сторонник русского мира, поскольку я... Поскольку, нет, ну, поскольку... Смотрите, русский мир, Олег, для вашей позиции, хочу высказать свою. Русский мир, это хорошо, но если русский мир проводит арестию в других странах, в частности в Новгороде, в Грузии, в Северной Осетии... Ну, я понимаю, я вас... Я вас понимаю, я вас понимаю, я вас понимаю, а... Я вас понимаю, а как вы думаете, вот, в чем причина вот этих всех вот конфликтов на постсоветском пространстве? Ну, нет, причина в том... Ну, да, империя, империя, российская империя, хочет... Я... Я ответ вас понял, но я... Да, вы немножко пропадаете, звук у вас пропадает, а изображение нормальное. Я вот не раз... Я не раз подчеркнул в своих роликах, что... Я вас просил первую причину, то есть хронологически ранее причину. Первая причина в том, что большевики при создании СССР, а также вплоть до его, так сказать, распада в 91-м году, проводили республиканские границы сознательно, неадекватно. То есть, как бы троллили народы. Допустим, Сталин Абхазскую ССР засунул в Грузинскую ССР, несмотря на то, что они даже враги религиозные. То есть, это был... Это был настолько нонсенс такой, вот, как троллинг народа. Это все сказалось после распада СССР. То же самое было, когда, допустим... Да, вот, то есть, это началось все с Ленина, который вот отдал Донбасс и Харьков Украине по Брестскому миру. Он даже цинично выразился. Мы помогли Украине пролетариатам. И он терминировал Донецкую Криворожскую Республику, несмотря на то, что Артем, Артем, руководитель Донецкой Криворожской Республики, который, на территории которой бывший ДКР, вы сейчас живете, кстати говоря, он три дня не выходил из Кривейта Ленина, объяснял ему, что этого не нужно делать, не нужно бросать ДКР в объятия Украины. Однако Ленин, будучи русофобовым, это сделал. И вот это тоже сказалось на сегодняшних проблемах Украины. То есть, именно поведение большевиков, я считаю... Ну, конечно, зеленый клин, это на Дальнем Востоке, да, я знаю. Эти республики, которые там определились, их оккупировала Россия в Московье. Ну да, я согласен, оккупация всегда плохо. Оккупация всегда плохо. Я же не говорю, что... Да, да, я согласен, там поглотили, а там отдали. Но это и плохо, и тем, кого поглотили, и тем, кого отдали. Отдали УНРу Донбасса и Харьков, а этих вот дальневосточных вроде как подавили и присоединили. И тем плохо, и тем плохо. Потому что большие... Вы думаете, что это нами? Если в Донецке в России было бы, когда в России... Ну, как вам сказать? Если в чистом связи с гуманитарной, конечно, было лучше. Но я рассматриваю вариант, так сказать, своего государства. То есть, Слобожанщина, там, Донбасс. Если вот Украина будет... Разговаривают с Селом, да. И в Белгородской области разговаривают, да. Вот я вам прикол расскажу. Так почему там украинский мир не такой? Ну, там есть украинский мир в Селах. Они разговаривают, это есть украинский мир. Ходят в вышиванках, танцуют гопак. Чем вам не украинский мир? Чем вам не украинский мир? Вот я вам прикол один расскажу. Ну, потому что у вас нет ресурсов на это. Так бы вы вводили, были бы, может, правы. Если бы вы были сильнее России, экономически сильнее России военным. И вы бы вводили, почему бы нет? Нет, ну это вот, это метод 20-го века, понимаете. Вы немножко пропадаете, да. Вы решаете, что у Украины резиновый мир в Селах? Нет, я не считаю. У Украины нет на это ресурсов, я вам сказал. У Украины нет ресурсов быть агрессивным государством. А если бы были, может, и была бы, я не знаю. Я не знаю, может, и была бы. Вы знаете, вы повторяете этого самого фигура, который на пункте начинается, но у него заканчивается. Если бы у вас уже не были это, ну я понимаю, да. Следующий, надо будет следующее. Но тем не менее, вот вы в смысле мои согласны, что первопричиной всего всех этих конфликтов виновниками являются большевики, которые провели неадекватные границы. Я понимаю, тогда почему у нас в Украине действуют, если на Кубани украинцы ездят, есть? Ну, есть, а почему не должен быть? Есть, потому что лингвистические границы, они же размытые, они не проходят прямо по государственным границам. Естественно, есть. То же самое. Почему-то на Маги тоже треястричный есть, почему в России нет? Какого в России нет? А, почему в России нет англоязычных? Ну, есть, только мало. Иммиграция в Америку больше, чем наоборот. Да, вы опять прерываетесь. Почему, а дальше повторите. Ну, видите ли, потому что они несправедливые. Они легитимные, но они несправедливые. Я же вам повторяю, почему. Да, поэтому они легитимные. Раз подписаны. Раз подписаны. Ну, вы... Ну, вы... Ну, хорошо, хорошо. Хорошо, вы спросили... Давайте не будем. Я же вам ответил. Они легитимные, потому что есть договора, но несправедливые. Давай. Да, закончили. Давайте следующий вопрос. Да. Олег, Лев. Да. Как и рыбы, скажите, какие выводы, которые у нас бывают россияне посылают по поводу событий в Беларуси? Да, в общем-то, никаких. Это внутреннее дело Беларуси. События в Беларуси. Серьезно? Да. Так, подождите, подождите. Почему когда Россия сделала выводы по отношению к событиям Украины? Нет, ну выводы... Это же российские СМИ делали, и они по Беларуси делали, понятное дело. Это же... Они по иным странам делают. Олег, Олег, вы же умный человек. Причем ты с ним? Ладно, я просто говорю... Просто говорю, я вас уже совсем не слышал. Вы... 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 Я... 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 Мне очень... Мне очень... Да, мне очень... Мне интересно с вами беседовать, но, к сожалению, у вас связь плохая. Так что на этот раз распрощаемся, иначе вот это... Я ничего не понимаю, у вас... У вас преливается очень. Ладно. Достаточно поговорили, но с вами интересно, говорите, еще поговорим. Все... Голодьку всякую прочую, Со зданицы родные за луга, Залюные, да за царскую вонщину. А за себя он был совсем не разговорник. Харьков русский герой. Музел украинский молодой молодой члены. Пытаясь... Да что? Да. Украине, которую он создал, Какую-то экономическую поддержку. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok